Варфейс Слушай, Изенька, а правду говорят, что в Варфейсе появилась новая акция с весьма высокой степенью гешефта? Так и да, дорогой дук, и мы сейчас это обязательно обсудим. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рыкутагин, капитан Очевидность, и пришло время, наконец-то, заглянуть на публичный тестовый сервер. Причина тому проста, ведь эта версия, скорее всего, уже пойдёт, так сказать, на лайк, то есть к нам, в наш реальный Варфейс. Нет, конечно же, это всё-таки ПТС, и кое-какие правочки могут быть, но вы знаете, вот как бы тут уже сроки подходят, поэтому вряд ли. И приступим мы, конечно же, с того, что я ещё не успел обозреть, хотя многие другие уже обозрели, но тем не менее. Это, конечно же, хэллоуинская халява, ребята. Промостраница, где каждый игрок Варфейса, неважно, ветеран ты, новичок, заходил ты последние 28 дней, или заходил вот только что 10 минут назад, ты можешь забрать подарки. На выбор, на один класс ты получишь внешность Абсолют, а также пушку. У штурмовика это G36, у медика Вепрь ВПО, у инженера САР-109Т, и у снайпера болтовка кар. Будем честны, оружие в наше время прямо скажем так себе. И тут весь сок, конечно же, во внешности. Достаточно редкой, надо сказать, чтобы именно в виде скина попадается не так уж и часто. Забирайте это всё на время, и если, внимание, до 28 ноября, вы выиграете 10 матчей в режиме командный бой, что пушка, что внешность достанутся вам уже навсегда. Как вы понимаете, условие очень простое, просто играть в командный бой. Да блин, эти 10 побед за один вечер можно нафармить, как нефиг делать. Посидел там с пивком, короче, с ребятами, побегал туда-сюда, музыку послушал. Оно, само собой, выигралось даже без твоего участия. И всё, нормалды. Так что, если ещё не знали об этом, не успели воспользоваться, первая ссылка в описании, опять же, для абсолютно всех игроков Варфейс. Я себе вот уже скинец на штурма урвал. Занятно, надо будет забрать. А что скажешь про новую снайперку? О, Крепчик, это самое интересное. Да, друзья, новая снайперская винтовка болтового типа собаки. Или просто собака судовая, как я её назвал. Великолепные ТТХ, возможность разогнать зум до очень приятных значений, пряные нотки Макмиллона и густой терпкий аромат качественной имбы. Всё это, друзья, именно про эту винтовку. И вы знаете, Макмиллан я упомянул не просто так. Играя с этой малышкой, я вспоминал именно эту легендарную снайперскую винтовку. Поистине легендарную Варфейс, которая в своё время наводила ужас. Рвала нубчикам пуканы, а обладателям доставляла немало искреннего удовольствия. Я, кстати, тоже был обладателем этой винтовки и являюсь им по сей день. Правда, это теперь просто неликвидное говно, которое никого не убивает. Спасибо большое разработчикам. Но, как мы понимаем, собаки это неприятное обстоятельство может исправить. Всего лишь надо заплатить. Как всегда, ребят, всё хорошо, сука, всё по-нашему. Ты, конечно, у нас грандмастер тавтологии, но ответ на главный вопрос. Эта пушка лучше, чем текущая мета. Кэп, ты знаешь, вот честно, я не снайпер, друзья, не буду врать и говорить, она лучше СВЧ, она лучше того, она лучше сего. Одно скажу точно, она приятнее и СВЧ, и ОЦ. Эта пушка реально приятная, она как Макмилан. Ей как-то вот легко пользоваться, она такая, знаете, эргономичная, понятная, ясная. Плавно открывается, зум не бесит, ничего не бесит. Прицел особо не шатает, особенно если ты прокачал соответствующие моды. Урон космический, сука, 620. Ваншотит просто всё и вся. Тот случай, когда, блин, ну вроде не к чему действительно придраться. Можно в прыжке стрелять, можно в подкате стрелять, можно стоя, можно сидя. А можно из куста. В общем, пушка реально годная. Даже не снайперу, она заходит прекрасно. Играется с ней легко, элементарно, понятно. Всё в духе того же Макмилана или какого-нибудь АИКСа 308 или Кракена. То есть, знаете, такая максимально понятная пушка, которая не вызывает вопросы. С которой легко играть игроку, который уже не играет особо этим классом. Легко, понятно, доступно. Друзья, если у вас класс снайпер не основной, могу вам точно сказать, это для вас лучшая снайперская винтовка, в принципе, из тех, что существует. Вот честно, это тот случай, когда я буду крутить эту снайперку. Да, я хочу поиграть, мне реально нравится. Это реально обалденная снайперская винтовка. И, вне всяких сомнений, это одна из лучших, а может быть, даже и лучшая снайперская винтовка за последнее время. То есть, фактически топ-1 или борется за него. Что ж, ясно. А что скажешь про револьвер? Револьверка, мне кажется, это небольшое недоразумение. Да, дорогие друзья, вот этот новый Таурус, Рейджинг Хантер, ну, прямо скажем, такой, знаете, лютый перебор, по моему мнению. Конечно, многие сказали, да типа, не, ну нормально, ну води, да типа, хорошо всё, да пойдёт, да пойдёт, да ничего страшного. Но я что-то так не считаю. Крутить, конечно, буду, ну, боже мой. Что про Кутагин пропустил имбу. Да я вас умоляю, да когда так, нет, бывало вообще-то. Но в целом, не-не-не, обязательно буду крутить. Главный косяк заключается в том, что вначале, как бы, на ПТСе мы так думали, смотрели на него. Мне казалось, что это просто такая, знаете, донатная версия Матёбы. Теперь я решил прокачать её с модом на темп стрельбы, которая, по идее, очень сильно режет кучность, точность там. Так вот, по факту, нихрена он не режет, сука, пушка практически всё равно точку бьёт. И у тебя темп стрельбы такой, что, блин, такое ощущение, что это не револьвер, блин, а полуавтомат какой-то или даже автомат. Там темп просто, сука, сумасшедший. И при этом у тебя 350 урона. Там, блин, закликать кого угодно можно. На дистанции эта пушка, это, знаете, помните, у нас такой сигзаур был, на которого все бомбили. Вот это новый сигзаур. А в упоре, блин, эта пушка пострашнее, наверное, чем лупара. Я вообще хрен его знает, кто, как, что настраивал. Ну, вроде как-то, ну, и как бы... Я всё понимаю. Деньги нужны, это нормально. Ха-ха-ха-ха, да. Базару ноль, я покручу. Всё, все остальные меня поняли. Просто скажу так, поверьте, с этой пушки гореть будет так, как не сгорело ни с одной, наверное, за последние пару лет. Лупара рядом с этим, с Таурусом в своё время не стояли. Сигзаур и тот курит в сторонке, старичок, и говорит, знаете, при моих-то годах такого не было. В общем, Таурус Рейджик Хантер, это... Вот это реально имба. Среди пистолетов это просто без вариантов. Все эти ваши двойные маузеры и лупары, обладатель этой пушки, засунет вам в то место, где свет не светит никогда. Так что хорошо, можно крутить, не переживайте. Вот здесь прям вообще вопросов, каких-то, знаете, там, вариантов быть не может. Это имба крутить. Не то, что стоит, не стоит. Крутить надо, сука. Если ты не хочешь, чтобы тебя отварафинило. Неужели не понерфит? Думаю, нет, Кэп. А чё им нерфить-то? Они уже вот в таком состоянии, уже, по-моему, всё, решили вводить его. Не, ну всякое, конечно, может быть, но мне кажется, что, скорее всего, нет, потому что это второстепенное оружие, типа, каждый класс может взять. Сразу скажу, я даже вот прям не сомневаюсь, кто больше всего будет ныть. Это будет два класса. Это будут, да нет, один даже. Это будут снайперы. Может быть, в принципе, это будут, кстати... Да, блин, кстати, на самом деле нет, чё я вру-то. Да все могут ныть. Потому что, блин, выйдет медик с этим Таурусом и штурмовика уложит просто, как мальчик или инженера. Запросто. Эта пушка вообще страшная. С этой пушкой, понимаете, все классы становятся всеми классами. С ней можно вблизи разрывать, с ней можно на среднее развивать, с ней можно на дальних, сука, снайперов шибать. Короче, нормально. Просто... Не, а с другой стороны, баланс. Баланс, ребята! Просто можешь вообще основную пушку не брать. Начинается вот этот подрыв и рэмчик 5 на 5. У каждой из сторон, у каждого бойца просто по Таурусу. 5 Таурусов на 5 Таурусов. Все, идеально, хорошо. Ну ладно, я, конечно, может, итрирую. Все-таки не настолько он имбов, чтобы соревноваться на дистанции с болтовкой и т.д. и т.п. Вблизи с дрововиком. Но в целом, поверьте, это очень имбовое второстепенное оружие. Это имбовее, чем лупара, чем двойные маузеры. Это прям нагиб машина. Вот прям, не сомневайтесь. Гореть будет, гореть будет жестко. И у многих. Твою позицию учтем. Ну а в целом, что скажешь про ПТС? Ну, в целом, Крэпчик, ты знаешь, мне нормально пойдет. Самый большой недостаток ПТС, это уже года два, наверное. Как? Это малое количество людей на нем. Ну, как бы, то есть. Ограниченный контент ты можешь потестировать, записать и т.д. и т.п. Все нарезки не длинные, получаются, крутятся по пять раз. Это не потому, что я ленивая жопа. Да вообще-то да, именно поэтому. Потому что, как бы, время-то ограничено. И вот я сижу на ПТС уже целый день и записал там 20-30 моментов, приходится их по кругу пускать. Такие дела, друзья, да? Потому что ты ищешь 5-6-10 минут катку. Там, не знаю, 6 человек, не всегда даже 10 есть. Ну, иногда находишь хорошие катки, там в основном записи идет. И там ты и нагибаешь. Но, к сожалению, как-то так. А иногда не можешь и час, и вообще не можешь найти ни на кого на ПТС. Так оно и бывает. Но в целом, ПТС годный. Годный, годный, годный. Сильно придраться к контенту не могу. Болтовка вообще порадовала. Вот не снайпер буду крутить. Револьвер, думаю, пуканы сгорят. Даже не сомневаюсь. Будет интересно, искренне, прямо говорю от души, как есть. Искренне будет интересно наблюдать вот за развитием этих событий всех вокруг этого нового револьвера. Очень хочу на это посмотреть. Поэтому буду держать руку на пульсе. И, конечно же, сам выбью, сука, и буду гнуть. А как иначе? Ну, а вам, друзья, желаю самого главного. Счастья, здоровья и любви. Оставайтесь на связи. Увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok